Всем привет! Вы видите и слышите Лешу Халецкого и это выпуск «Мнение дилетанта». Сегодня он посвящен итогам выборов в Государственную Думу России. Ну, кому, как не нам с вами, стратегам и любителям умных игр, разбираться в российской политике? Без нас просто ребята не смогут ничего сделать. Сейчас мы все разрулим и объясним, правильно? Ну, заранее у меня к вам несколько просьб и вопросов. Во-первых, в комментариях пишите, ходили ли вообще вы на эти выборы? И если ходили, то за кого голосовали и почему? И, естественно, я вас еще заранее прошу, не стоит друг с другом ругаться по поводу вашего выбора. У нас и так в наших странах пытаются людей с разным мнением сталкивать и делать врагов, пятой колонны и прочим, прочим, прочим. Я сейчас тоже попытаюсь не агитировать, а скорее... Я, кстати, хотел записать это видео перед выборами, но я тогда подумал, что это действительно может быть какой-то агитацией, тем более, что я ни про какие отдельно взятые партии не собирался говорить. Я хочу поговорить о будущем России и вообще на что влияют вот эти выборы. Видите, я сейчас в халате йоды сижу, чтобы как можно более серьезно вы меня воспринимали. И давайте, в общем-то, обсуждать. Так что постарайтесь, я вас прошу, в комментариях высказывать именно ваше мнение, чтобы мы могли вот на основе споров, как всегда, в спорах рождается истина, прийти к какому-то, ну, общему мнению, что ли, на будущее. Ну, в итоге, во-первых, естественно, победила единственная, единственная Россия, хотел сказать, единая Россия. Первая проблема в выборах была в очень низкой явке. Вот на данный момент официально по данным Центра избиркома 47,19%. Ну, в общем, 48% явка всего лишь. Это вообще самая низкая явка из всех выборов, прошедших в России. Тем более, что было еще там много вбросов, прочего. Я думаю, на самом деле реальная явка вообще меньше 40%. Ну, и сразу по поводу вбросов, нарисованных выборов и прочего, я думаю, меня будет в комментариях возражать. Есть очень много блогов российских любителей статистики и выборов, то есть не те, которые против власти, а просто людей, которые хорошо разбираются в математике и любят следить за выборами во всех странах, и где видно, они показывают просто, почему вот в этом округе были вбросы, вот в этом округе результаты были нарисованы. Это на самом деле, когда голосует большая страна и очень много участков, то это очень все хорошо заметно, все эти махинации. Потому что есть конкретное математическое распределение. Я просто не хочу в это углубляться, я вот сейчас гляну, какие тут... Я вам рекомендую, во-первых, Киреев, lifejournal.com, почитать человек, постоянно занимается всеми выборами, можете его читать, там любые выборы, и Соединенные Штаты, и Венесуэлла, и Перу, вот все это разбирается. Также есть такой физик Сергей Шпилькин, который точно тоже внимательно следит за выборами, и он вот показывает процент явки на каждом участке, и самое интересное, что чем выше явка на участке внезапно, тем больше голосов получает Единая Россия. То есть получается, чем больше вброс на каком-то участке, тем вброс получает Единая Россия. Но я не хочу, опять же, в это вдаваться, потому что, по-хорошему, даже без вбросов бы Единая Россия победила. И мне вообще непонятно, зачем вот этим всем заниматься было бы. Да, они с таким бы преимуществом, но все равно. И в итоге мы имеем, что... Ну, по официальным данным, если уж так говорить, то пришло... Единую Россию выбрали только 25% россиян. Это вам на будущее, когда будут говорить, что все россияне за Путина, все россияне там за Единую Россию. Вы можете представить президентские выборы, что, естественно, не большинство россиян проголосовало за Путина. Более того, из тех кандидатов, которые там были представлены, Путин просто самый вменяемый. Выглядит. Почему бы за него и большинству не проголосовать, да? Так и здесь за Единую Россию в итоге, даже по официальным данным, 25% отдано голосов. А в парламенте они из-за того, что система выборов такая смешанная, мажоритарная и пропорциональная, они получили больше 76% мест в парламенте. Вообще конституционное большинство, то есть Единая Россия сейчас может менять конституцию, находясь в Думе. Тоже очень интересно. То есть 25 четверть населения, хотя даже меньше. Я еще раз настаиваю за то, что были вбросы, на многих участках просто итоги нарисованы выборов. Ну, пускай четверть населения сделала так, что можно людям менять конституцию. Хорошо или это плохо, сейчас мы дальше разберем. Давайте начнем вот с того, с низкой явки вообще. По-моему, это показатель того, что есть очень сильный отрыв власти от общества. Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые не пошли на выбор, они просто считают, что они не могут ничего изменить. Они не видят, как они могут повлиять на принятие законов, на проведение людей в Думу и так далее и тому подобное. И, по-моему, это очень большая проблема, когда власть отрывается от народа. В демократических странах выборы – это не только парламент. То есть я всегда говорил, мне бы всегда хотелось, чтобы, например, в моей стране, в Белоруссии, потому что она меньше, и тут это все проще организовать, мне бы хотелось, чтобы тут выборы проходили не только в парламент, но и на много более низких уровнях. То есть, например, выбирали главу милиции. А почему нет? Вот у вас есть данные по преступлениям за последнее время. Ну, это вообще легко организовать. То есть у вас есть данные по заявкам в 02, да? Ну, не знаю, какой у вас сейчас номер, где обращаются в милицию. Мы знаем по этому городу, какие преступления совершаются, сколько раскрыто. Это вся информация видна. Так почему жителю этого района или этого города не выбрать себе главу милиции? Естественно, он должен быть милиционером или полицейским. Естественно, он должен работать, у него должен быть стаж. То есть должны быть определенные условия. Но если человек не справляется с работой, почему эта должность не может быть выбрана? Тем более, что она конкретно влияет на нашу жизнь. То есть выборы могут идти даже в самых низких уровнях власти. И за счет этого человек начинает чувствовать, что он действительно влияет на принятие решений, на управление страной, на управление маленьким районом. Ну, предположим, в Москве пускай будет выборная управа, глава управы района текстильщики, предположим. И так далее. То есть он воровал, можно его сместить с помощью выборов. Не справляется глава милиции, смещается с помощью выборов. Другой человек приходит. Там начиная даже с товарищества собственников-жильцов. То есть у нас, например, я живу в многоквартирном доме, где товарищество собственников. И, в принципе, когда ты приходишь на собрание, ты чувствуешь, что ты занимаешься этим домом. То есть ты уже начинаешь по-другому относиться к, там, если кто-то бросит бумажку или к разрисованному лифту, потому что ты чувствуешь, что это твоя собственность вместе со всеми другими жильцами этого дома, что ты за это деньги платишь. Ты видишь, куда эти деньги идут. Перед тобой отчитываются и так далее. И здесь же у нас, что в Беларуси, что в Украине, что в России, в основном вот выборы президента и выборы парламента. Причем это вот такая большая махина. Ты даже не чувствуешь, за что ты голосуешь, за какого человека. Кроме того, вот эта офигительная пропорциональная смешанная система. Есть две системы. Пропорциональная, это когда вы голосуете за партии и при наборе определенных процентов там, ну, тоже есть всякие, кстати, как сказать, коэффициенты, там еще в Германии немножко по-другому пропорциональная система и прочее. Но смысл в том, в основном в парламент проходит партия, набравшая определенное количество процентов голосов, и от количества процентов этих зависит количество мест в парламенте. Таким образом, они там должны коалиции собирать и прочее, прочее. Есть мажоритарная система, где голосование проходит по участкам, в парламент проходят те, кто набрал большинство голосов. Причем, например, в России это сделано, чтобы просто простое большинство голосов, даже не больше 50% от тех, кто проголосовал, а просто большинство. То есть на участок может прийти 10% избирателей, из них 30% проголосует за какого-то кандидата, он наберет больше остальных и пройдет в итоге. То есть парламент проходит человек, за которого отдали 3% голосов, пришедшие на выборы. А так как явка действительно низкая, то в итоге вот такое и получается. И я считаю, что, конечно, и у той системы есть плюсы и минусы, но в данном случае получилось, что просто за Единую Россию, считайте, два раза было проголосовано, и таким образом они 76% мест набрали. Кстати, и та же самая система в Европейской Украине. Та же самая смешанная, и пропорциональная, и мажоритарная, все вместе смешано, и проходят какие-то люди. То есть я считаю, что должно быть просто, ну, по моему мнению, должно быть две палаты парламента. Нижняя пропорциональная система, а верхняя мажоритарная, потому что должны быть представители местности, грубо говоря. То есть в нижней палате находятся представители идей, то есть вы голосуете за какую-то идею, в данном случае за какую-то партию, которые движут идею развития страны. Вот она вам ближе подходит, да? А верхнюю палату, там, сенаторы у некоторых называются, да, сенат, ну, блин, конгресс. Например, в Америке, по-моему, два конгрессмена от каждого штата проходят в конгресс, то есть верхняя палата. Там, тут вы голосуете уже за людей, которые представляют интересы места, где вы живете. Потому что одно дело, идею, но эта идея может быть не очень хороша для вашего города или для вашего района, и вот эта верхняя палата должна это контролировать и, как бы, уравновешивать все законодательные посылы нижней палаты. Вполне нормальная система. Почему это нужно смешать в одно? Ну, я знаю, что в России есть тоже конгресс, только там, не конгресс, а как он называется, ну, то есть аналог верхней палаты, но там сидят главы регионов, то есть это, опять же, во многом невыбранные люди, то есть, по-моему, глава региона должен заниматься своим регионом, а вот людей, которые выбрали представлять этот регион в верхней палате, они вот этим и должны заниматься, это должны быть другие люди, тем более для такой огромной страны, как Россия, там вообще, по-моему, верхняя палата должна быть максимально представлена, то есть, там очень много и народностей, и территория обширная, то есть, люди должны представлять, что и где происходит. У нас же нет, у нас все, как бы, вот так, все в одну кучу свалено, все вот в парламенте 76% Единой России отдано, причем там могут быть, я, почему я на Единую Россию, как бы, наезжаю? Потому что просто она больше всех процентов голосов набрала, по-моему, тут что КПРФ, что ЛДПР, кто там еще у нас, Справедливая Россия, все, все один фиг на самом деле, и вот много вообще вы, вот те, кто ходили на выборы и голосовали, вот у вас на вашем участке вообще были люди, которых вы знаете, вот по той мажоритарной системе, они что-то для вашего региона сделали, вот действительно, я знаю, они, естественно, где-то были, но в основном вот просто там люди пытались пройти в парламент, используя ресурс партии. То есть я вот и говорю об этом, что нету связью между обществом и властью, и он, и эта связь все, ну, такой какой-то разрывом становится, я не знаю, когда нету ощущения того, что эти люди именно избраны народом, это не очень хорошо. С другой стороны, Государственная Дума сейчас в России, собственно, как и палата представителей в Беларуси, это просто какой-то по-хорошему консультативный орган. Там практически нету, у Государственной Думы нету практически никакой власти. Она даже не может выдвинуть кандидатуру председателя правительства, что во всех других странах только парламент и делай. Из-за сложности процедуры она не может импичмент президенту выдвинуть. Законы даже практически не принимаются. То есть Государственная Дума обычно принимает те законы, вот на данный момент, которые просто неудобно принимать аппарату президента, типа какие-нибудь дебильные, вроде пакета Яровой, да, и они спускаются в Государственную Думу, чтобы спихнуть с ответственность с правительства, типа такого, да. Даже решения Думы, они не обязательны к исполнению другими ветвями власти на данный момент. Поэтому, я думаю, и это еще одна из причин, собственно, почему очень много людей не пошли на эти выборы. То есть даже если дать выбрать что-то каких-то оппозиционных товарищей в Государственную Думу, то она все равно ничего решить не может. Главные выборы в России, как и в Беларуси, это президентские. Что, по моему мнению, очень-очень-очень плохо. Но не может, не должен человек, один человек за такое большое количество людей решать. Я всегда был сторонником парламентской республики, да. Я не собираюсь сейчас вам доказывать, что парламентская республика лучше, чем президентская. По-моему, это видно во всем остальном мире. И даже если вы не придете в пример США, типа где президентская власть очень сильна, на самом деле это не так. Потому что там и у Конгресса намного больше полномочий, и куча еще полномочий у самих штатов, а не только у центральной власти. То есть там все децентрализировано по-хорошему. На самом деле у нынешней Думы получается примерно такие же возможности, как у царской Думы перед революцией. Ну, конечно, сейчас не такая ситуация. Я не буду, как некоторые либералы сейчас кричат, что все, жопа, извините за слово. Сейчас кровавая революция придет. Там все-таки были другие немножко условия. Там и война мировая шла, и было много проблем. Но то, что разрыв продолжает углубляться между обществом и властью в России, по-моему, это очевидно. Мне бы хотелось, чтобы вы в комментариях, не знаю, поспорили со мной, сказали, нет, Леша, вот смотри, в Думе вот такие хорошие ребята сидят, как тот-то, тот-то. Ну, тут вообще смешно. Тут сейчас очень много всяких статей идет, где там берут интервью у людей, которые в Думу прошли, которые абсолютно, знаете, такие долдоны полностью. А, кстати, вот еще перед выборами вот эта замечательная история была про Захаренко, что ли, или Захарченко, там полковник МВД, который борцом с коррупцией был, да, и его арестовали, у него куча денег. Я вот на этом примере вам хочу кое-что показать, чем меня не устраивает, например, нынешняя российская власть. Я понимаю, что очень много денег было наворовано в 90-е, ну, это было перераспределение капиталов. Люди таким образом пытались перераспределить то, что раньше было народным. Я не буду говорить, хорошо или это плохо, но так вот произошло. И вот смотрите, тот же Захарин, извините, сейчас я гляну, как его фамилия вообще. Ага, Захарченко, полковник МВД Захарченко. Смысл в чем, что там, во-первых, вся эта история началась очень странно с конфликта дизайнера и, по-моему, нотариуса, что-то такое. В общем, просто даже само начало истории показывает, что в России законы не работают, а работают только знакомства. Ты знаком с нужными людьми, тогда у тебя будет все хорошо. Но я не буду в этом углубляться. Мне другое интересно, что вот человек у власти, да, он там на взятках, на чем-то кучу денег получил. И вот представьте, вот вам бы сказать, например, у тебя есть... Вы на взятках заработали 100 миллионов. Я уверен, что каждый из моих зрителей прекрасно себе представляет, что он с этими 100 миллионами сделает, куда он их инвестирует, что он попытается организовать или создать за эти 100 миллионов. То есть другой вопрос, что мы вряд ли, может быть, их за всю свою жизнь заработаем. Другой вопрос. Но то, что у нас есть мозги и какие-то стремления что-то сделать для себя, для родственников, ну, что-то создать. Я уверен, у каждого из нас это точно есть. А чувак арендовал квартиру отдельно и все миллионы в наличке держал в этой квартире. Вы только представьте, насколько у человека офигенная фантазия. Даже не убежать из страны, например, да, куда-нибудь спрятаться, а просто наворовать кучу денег, сложить их в квартире и сидеть на них. Это настолько... Настолько вот... Красиво, что ли, показывает стремление пожалуй, большинства людей у власти, что прям даже отрабь берет. То есть, это люди без фантазии абсолютно. Просто им нужно куча бабла и все. Наворовать кучу... Они даже не знают, что с ним делать. Вот это огромнейшая, по-моему, проблема. Одно дело, когда у тебя есть деньги для чего-то, а другое дело, когда ты просто воруешь, чтобы воровать и сидеть на них, как собака на сене, блин. И вот большинство людей, которые приходят сейчас к власти, именно такие. Потому что верхушки сейчас не нужны люди с фантазией, которые будут что-то двигать. Им нужны просто исполнители. Если они там как-то проштрафятся, вот их можно посадить за коррупцию тогда. Вот вот эта проблема, что люди без инициативы, без фантазии, без соображалки, без всего вот этого приходят к власти. И я считаю, что русский народ это прекрасно чувствует, не ходя на выборы, просто, ну, а зачем ходить, если там не за кого голосовать. И с одной стороны, это, конечно, типа, я их понимаю, но это на самом деле большая проблема. Если вы посмотрите мое мнение дилетанта о Брексите, где я рассказывал о том, что Брексит протащили в основном старшее поколение выход в Великобритании и в основном, типа, ну, как я называю, тетки за 50. К сожалению, статистики, полувозрастной статистики о пришедших на выборы в России нету. Но я вот уверен процентов на 90, что большинство там было тоже тетки за 50. Во-первых, потому что мужчин за 50 очень мало, они вымирают просто дикими темпами. А во-вторых, молодежь во многом и апатична, и им неинтересна, им бы в дотку погонять и стримы по циве поглядеть. С другой стороны, нету людей, которые бы их представляли. И вот это тоже плохо. Я считаю, плохо именно то, что люди не приходят на выборы. Потому что если бы они приходили на выборы, то было бы сложнее, во-первых, сфальсифицировать выборы. Это не так, как в Беларуси их рисуют просто. Ты пришел, не пришел, будет все нарисовано. А им в России все-таки на очень многих участках считают бюллетени, но там просто есть вбросы. Но когда люди приходят на выборы, эти вбросы сложнее сделать. И если бы молодежь приходила, молодежь, я в данном случае конечно говорю не про тинейджеров 18-19, а там хотя бы вот закончивших институт вот это вот поколение и голосовало, то было бы намного сложнее протянуть вот этих ребят из единой России. И это поразительно. Например, ну просто эти цифры, что сейчас в Единая Россия в Думе больше мест получает, чем было сколько, пять лет назад, да? Хотя за эти пять лет экономика России ухудшилась и людям стало жить хуже. Но это все настолько парадоксально. И при этом вот это в белорусском языке есть такое выражение огульная млявость и обаяковость до життя. Вот эта огульная млявость электората российского, который не пришел на выборы, ну это просто вот такой лозунг делайте со мной что хотите, а я не буду ни сопротивляться, ни даже не, я понимаю, что все равно очень много людей за единую Россию, я же, я сейчас не агитирую против этой партии, что там Путин плохой, хороший, типа такого, а я вам просто говорю, что большинству людей просто все равно, вообще все равно, вот это вот это очень пугает что ли, вы вдумайтесь вот в это, что людям абсолютно все равно кто у власти, им не все равно когда они выбирают себе телефон, вы можете там днями и ночами сидеть на форумах, читать характеристики, сравнения, обзоры смотреть, вам не все равно там, предположим, посмотреть мою игру 3 на 3, да, в циву потратить на это 6 часов, вот вышла сейчас игра, но пойти и выбрать путь страны, в которой вы живете на ближайшие 5 лет, для многих это вообще для многих это просто не нужно, и вот это надо менять, конечно, это должно быть инициатива сверху, то есть это должно обучаться в школах, учиться, но должно быть какое-то желание и людей, которые, ну, нас с вами, ну, у меня, Кати, неделю назад, как бы, до российских выборов, еще были выборы в Беларуси, в парламент тоже, палата представителей, ну, основно, среди народу называется палатка, просто палатка, вы меня, наверное, спросите, а ты ходил? Нет, я не ходил на выборы в Беларуси, но у нас совершенно другая ситуация, у нас выборы, у нас результаты выборов просто рисуют вообще, то есть их там не вбрасывают бюллетень, ничего, просто рисуют, вот, в центре избиркома бессменная Ермошина сидит и она считает, что вот такие-то проценты должны быть, причем у нас только мажоритарная система вообще полностью, потому что у нас нету ни партии, ничего, просто какие-то, там, директор школы, директор завода какого-нибудь и, не знаю, полковник милиции баллотируется в парламент, в палатку и по мажоритарной системе им рисуют проценты, можешь приходить, не приходить, почему рисуют? Просто потому, что вот вы представьте, на Брексит, когда в Великобритании, это очень важный вопрос, да, то есть это важно решить, кто, куда, как вы, как ваша страна будет развиваться, то есть это был очень популярный референдум, пришло 72% британцев на этот референдум, на белорусские выборы приходят практически 80, это, блин, на выборы президента, на выборы в палату представителей, на те выборы, где все прекрасно знают, что будет, либо в палату представителей, где баллотируются люди, которых никто не знает вообще, какие-то, ну вот им сказали, можно баллотироваться и все, и сейчас у нас типа потепление с западом, да, у Лукашенко, потому что Россия что-то перестала денег давать, вот, вас доходит до того, что даже, возможно, американский посол вернется в Беларусь, настолько теплые уже отношения начинаются, и на этом фоне у нас в палату представителей два оппозиционера прошло, представляете, причем, как это сделали, то есть невозможно же показать, что народ типа голосует за оппозиционеров, надо нарисовать такие результаты, чтобы они прошли, но при этом их надо унизить, вы никогда не догадаетесь, как это было сделано, они проходят, но при этом они не получают больше всего голосов, они на втором месте, а на первом месте, знаете, какой вариант? Против всех, вот у нас есть такой вариант, он на первом месте, но так как у нас просто по обычному большинству, то есть больше всех набрал вот этот оппозиционер, и он проходит, но ты знаешь, что ты прошел в парламент в то время, когда против всех выше тебя было, то есть ты вообще практически, считай, не прошел, просто вот с барского плеча вот так, ну именно поэтому я в Белоруссию не хожу, в Россию хоть в каком-то виде реально честные выборы проходят, я даже не знаю, зачем там в некоторых местах делают фальсификации, потому что все равно бы Единая Россия победила, вот с той явкой, которая есть, потому что не приходят именно те люди, которые хотели бы каких-то изменений, потому что им кажется, что изменения никаких не могут принести, то есть вот это специально сделано, чтобы людей от власти отдалить как можно дальше. Вы меня спросите, наверное, какие там решения вот этих проблем и прочего, ну, конечно, ходить на выборы, которые не рисуют, на реальные выборы, но сейчас, опять же, как я и сказал, что Государственная Дума в России на самом деле, она, это такой консультативный орган, который ничего не решает, поэтому самое главное в сфере выборы президента, и судя по всему, они в России будут, кстати, в следующем году, потому что в бюджете России на следующий год это запланировано, то есть перенесут выборы на пораньше, хотя должны были быть вроде как в 2018. Революции, конечно, никаких не будет, потому что нету революционной ситуации в стране, но вот эта огульная млявость, которая накрывает Россию, это, в этом нет ничего хорошего. Да, все, у меня тут уже пишет планшетик, что достигнут максимум, заканчиваю, на этом жду ваших мнений о выборах в Государственную Думу, ну а вы видели и слышали Лешу Халецкого. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 왔ал